Всё вроде бы нормально, ведь и так бывает, но всё же постоянно мне чего-то не хватает. Ну что же, приветствую тебя, пацанючек Пашенди, приветствую тебя, Димыч Андреевич. И я не говорю, что если вообще смотришь это видео, то что всё нормально. С вами с тобой я Кирилл, и мы продолжаем прохождение The Evil Within, пятый сезон, третья серия. Ну что же, и перед началом прохождения, в общем, я тут решил кое-что сделать. Из-за многочисленных просьб Пашенди я решил сделать следующее. Зайти в Т и наконец-таки сделать болты. Ведь у меня их можно, кстати говоря, делать. Создать болт можно, да? У меня вообще-то хрена, можно болтов сделать. Так, один, два. Кстати, а давайте мы сделаем все оружие на кнопки, то есть доставать. Допустим, арбалет у нас нет, пускай у нас будет, допустим, пистолет. Один, вот, арбалет будет, нет, дробовик будет два. Винтовка три. И арбалет четыре. Да. А аптечка пусть будет. А, как можно установить быстрый доступ к аптечке. А, информация R-варианты. Ну и... Не знаю. Ну ладно, аптечку мы так будем использовать. В общем, вот, смотри. Хочется, мне быстро достать. Раз достал. Раз достал пистолет, видишь. И только я ближе к середине игры только это понял. Пипец. Ну ладно, в общем. Ну, я сам недавно, в принципе, в эту игру играю, поэтому я тут не профи, так сказать. Поэтому вы уж меня не вините в этом. У нас продолжение, прохождение. Мы, наконец-то, нашли в прошлой серии все детали плиты. И теперь сможем пройти в саму. Как я вам обещал, будет, сука, страшно. И теперь будем сейчас проходить в середине. Ну что же, зритель. Если я не вернусь... Скажи об этом моим родным и близким. Пошли. Ладно, шутка. Так. Что тут нужно сделать? Тут, по-моему, какой-то рычаг. Так, подожди, как его активировать, так сказать. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Такие вот дела. Можно стрелять на ходу. Твою ж мать. Что это? Что это такое? Что это было? Блин, проход-то закрылся. Все, капец. У нас один-единственный путь. Все, ладно, бежим. И что же у нас? Куда же нас приведет, интересно, этот путь? Сука. Ай! Что это такое? Это появляется тот самый сейфоголовый и раскидывает здесь свои долбанные ловушки. Я помню, я проходил эту ловушку, но я забыл, реально, как ее проходить. Ахренеть. Просто, короче, сейчас, в общем, нужно просто бежать назад. И ни в коем случае не податься в эту ловушку. Пожалуйста, Себастье, не надо. А-а-а! Все. Когда я проходил первый раз, я сейчас второй раз прохожу, я тут, разумеется, попадался на эти ловушки, но тем не менее. Так, вот и голова-то у самого сейфоголового. Блин, я его боюсь. У меня очень плохое предчувствие. Лезли, ты встал. Себастье, где-то... Себастье, Себастье. Себастье, ты что, не видишь, что он говорит не про Кидмэн, а про Кид? А Кид это переводится как ребенок, понимаешь? Так, ну, давай, Себастье, покажи нам свой профессиональный удар рукой. Как ты у нас цепи хорошо руками ломаешь, давай, покажи нам. Покажи нам. О, молодец. Так. Лезли, давай, пожалуйста, никуда от нас не уходи. Ты сейчас нам нужен как никогда. Подожди. Я люблю. Пять. Блин, а почему? А, то есть тут только четыре слота. То есть только четыре варианта. То есть нам придется что-то убрать из этого и поставить, допустим, использование шприцов. Да. А че же они больше это не сделали? Подожди, ну ладно. Ну ладно, в принципе, че, нам трудно в меню, что ли, зайти, поставить. Ладно, ничего страшного. Ничего страшного. И тут повсюду разборчены эти бошки сейфа голову. Блин, я охреневаю. О. Ну что ж, мы нагляемся дальше. И сейчас мы просто будем использовать этот рычаг, чтобы, дабы, открыть дверь. И, Лезли, любительная просьба. Раз уж тебя потеряла Кидман, или ты ее потерял, то давай мы тебя терять не будем. Потому что, как бы, мы тебя уже сто раз находили и постоянно сто раз теряем. То, что давай это будет последний раз, когда мы тебя потеряли нашли и больше не должны потихать. Что это за звуки? Куда он пошел, то мы же еще не полностью открыли. Такие школы постоянно убегают каждый день. Таким крикам. Ну, неважно. Опять потихать. Вот я только что же говорил, чтобы мы его не потеряли. А мы его опять потеряли. Твою ж мать. Да, и как я не хотел об этом говорить, и появляется сейфоголовый. И теперь, к сожалению, мы должны его убить. То есть, да, вот такие вот дела. Я даже не знаю, кто будет похуже и пострашнее. Тот бензопильчик из самой первой части, или же этот сейфоголовый. Ладно, будем его... Будем его убить. Твою... Твою мать! А-а-а! Так, где он есть? Давай, 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 Себастин! А-а-а! А-а-а! Беги! Давай, беги, беги, беги! Фу! Фу! А-а-а! Я смеюсь... Тот, кто играет первый раз, сейчас думает, наверное... Ой, я победил сейфоголового, всё! Битва с ним окончена, да? А вот ни хрена подобного! Ничего с ним... Никакая битва с ним не окончена. Только начало. На этот меня сейчас немножко просело фпс, из-за того, что этот... Этот газ выделился, а он сильно меня... Из-за него у меня сильно проседает фпс. И сейчас будет, короче, такая... Так, как это сказать... В общем... Сложная шняга. Тут нужно будет... В общем... В общем, это не объяснить словами, это сложно. И тут, что самое обидное, тут сейчас будет очень далеко контрольная точка. То есть, если мы проиграем, то... Нам придётся начинать аж с самого начала, где мы нашли Лезли. Вот, где он ещё был запертен. Так, тут можно... Да! И появляется снова этот... Сейф... Мать его головой. Давай-давай-давай-давай-давай. Давай-давай, Себастьян, не поддавайся этому... Сейфу головому. Да, и у нас тут, кстати говоря, есть ограничения, и у нас идёт время. Сейчас его, кстати говоря, убивать не обязательно, потому что... Сейчас в этом нет никакой нужды, просто нужно просто от него, короче, убежать. Просто вот взять и убежать, короче. Так вот, куда? Твою на... Твою мать. Помогите! Кто-нибудь! Джема, господи! Помогите! Дэш. А-а-а... Мальчик, спаси меня, пацанючек. Так. А, вот, нам нужно бежать сюда. И это ещё не контрольная точка. Хочу вас заметить. Твою Себастьян. Сразу видно, что ты... Хорошо кушал в детстве. Ел только полезную и вкусную еду. А не в Махдаках сидел. Ну, ладно, будет тут чуть просядит из-за того, что тут газ. Но это можно потерпеть чуть-чуть. В принципе, тут ничего такого сложного не будет, если... Так. Так, повернём. Давай! Давай, напрягайся! Не, Ванусе! ЕГЭ в школе будет легче, чем этот руль повернуть. Что это он делает? Он дурачок. Он сам себе бошку свернул. Зачем? Суживай, господи! Это оказывается он так телепортируется. А-а-а! Он так телепортируется, сука. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Вот если он себе вывернул бошку, то есть он эту бошку может телепортировать. Господи! Телепортировать в любое вообще абсолютно место и напасть на нас, как сказать, из-под тишка. Правильно можно выразиться. Блин, и что теперь делать? Что теперь делать? Как надо выбраться-то? Как выбраться? Как так, что ли? Ни хрена. А-а-а! Бежим. И, кстати говоря, гаст и все, и до сих пор еще время-то идет. А выбраться как? Я ни хрена не понимаю. Как выбраться? Твою ж... Хочу, кстати говоря, заметить, что он нас еще ни разу не ударил, потому что у меня очень хорошая реакция. Куда идти-то? Куда идти? Нет, пожалуйста, не убивай нас. Пожалуйста, я тебя очень прошу. Подобрать. Подобрать, подобрать. Подобро, поздорово, да? Может, нужно опять? Ой, что-то тут подлагнуло сильно. Началась проситка какая-то сильная, страшная. Он, короче, сейчас ловушки ставит. Он ставит, короче, сейчас ловушки. У меня один единственный вопрос. Куда он сейчас идти? Куда? Я ничего ни хрена не понимаю. Не сюда. Это я охренел, что ли? Блин, я помню, тут я не зацикливался нигде. А что ж такое-то? Почему? Подожди. Я ничего не понимаю. Куда нам идти? А, понял. Туплю я. Очень сильно я туплю. Нам сейчас надо не идти. Твою мать. Нам сейчас нужно никуда не идти, а... Хэдшот, что ли. Накаркал. В общем, короче... Я сейчас тупанул очень серьезно. Его тут нужно второй раз, короче, убить. Второй раз. А мы не убегать от него, там, не искать какие-то пути отхода. Просто его второй раз нужно убить, как будто мы первый раз убивали. Ладно, в общем, не буду задерживать. Надеюсь, сейчас все получится. Я забыл предоставить. Ладно, минут 10, наверное, мы уже отдыхали точно. Все будет нормально. Сейчас мы уже его пройдем. Вот, я как говорил, тут вот чистый пример. Еще чего. Поговори еще у меня. Я тебя не боюсь. Тебя я не боюсь, а вот твоего вбега я сильно боюсь. Он вот начинает, вот смотри, вот медленно, да, идет медленно. Потом резко, сука, разгоняется резко. Твою, твою мать. Все, дрыщим. Подыхай. Все, теперь все наскоренькую делаем. Все чисто делаем наскоренькую. Так, жалко мы эту стрелу подобрать не можем. Потому что мне бы очень хотелось. И, кстати говоря, скоро нам понадобится этот вентиль, который лежал на столе. И скоро Пашенди и Димыч, вы поймете почему. Опять появляется это страшилище. Давай. Я помогу тебе. Я тут, короче, могу спутаться со временем. Потому что я забыл опять от себя секундомер. И это, конечно, полный капец. Да не убьешь ты нас. Ты что думаешь? Так все легко и просто, что ли, в жизни? Ни фига подобного. Ну все, короче. Тут нужно его опять победить. В принципе, в принципе. Он сейчас пока враг такой несложный. Но вот потом... Будет, конечно, жесть, так сказать. Это потом. Вот сейчас, блин. Я вот сейчас боюсь, реально. Почему он так вот серьезно вот так вот ходит? Я вот сейчас вот просто обкатку сейчас от страха. Сейчас можно, короче, не торопиться. Тут какие-то, я помню, предметы есть. И почему я не включил фонарик? Ну, просто от фонарика еще больше поддаю. Так, что это было? Патроны к травовику. Тоже неплохо. Принц, сделали хотя бы пятый что-либо. Я бы аптечку поставил туда. А... А еще можно болты сделать. О, так вот мы перемещаемся. Что это плюта? Сейчас, вот, нельзя, 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 можно. Делаем болт. Я просто никак не мог понять. Это мне говорил, вот, сделай болт, сделай болт. Я что-то не понял, да, я не смог сделать. Вот, давай сделаем. Мне казалось, что, сохраняя на протяжении всей игры, которую мы сейчас прошли, все эти болты, мне казалось, что я могу больше сделать. Потому что столько я их хранил. Думаю, ну, сейчас сохранил, больше, как бы, сделаю, да. Ну, нифига подобного. Да, этот газ, он явно что-то нагружает мой компьютер. Ну, блин, ну, я поставил просто это разрешение такой экран. Если бы я с черными полосами поставил экран, то есть, как вот, в начале, вот, когда в октябре эта игра еще вышла, вот, 14-го года, вот, тогда она бы меня вообще практически не лагала. Она бы вообще, там, уж капельку снесла. Но, с черными полосами экран плохо видно, поэтому... Такие вот дела. Знаем мы твои эти замашки. Ну, не обманешься. Трюками. С этими телепортами. Телепортироваться я в том, где камень не могу. Так что ты хочешь показать? Выпендриться хочешь? Что ты выпендриваешься? До этого Джеки-чан есть. Ты уже второе место занимаешь. Ладно, в общем, добьем его. На этот раз у него хп чуть побольше, то есть, чем было в первый раз. И теперь, в чем его сложность побеждения. Нашего он будет, короче, Пускать свои капканы. И чтобы он в них не попался, возможно, придется, сука, их обезвреживать. Что ты так долго-то их обезвреживаешь? Что-то замешкался, что ли? Блин, сейчас он опять мог что-то сделать с нами, короче. А-а-а! Иди отсюда! Он ланшотит, он может ланшотить. Сука! Нет! Ладно, мы какое-нибудь оружие помощнее будем использовать, потому что... Я не хочу пить ланшоток, я не хочу пить заново перепроходить. Вот, все. Дробовик его добил. Я пока что мог бы пистолетом его убить, но тут был бы большой риск на то, что я мог бы, короче, проиграть. Но этот враг не такой отвратительный, как многорукая няшка. И я опять продолжу утверждать, что многорукая няшка мой самый нелюбимый враг. Потому что с ней реально будут жесткие заморочки, и вы это поймете, когда я пройду уже дальше и вру. Вот тогда вы действительно это поймете. Вот, короче, он сейчас выламывает этот вот вентиль, и нам нужно взять тот вентиль со стола, где который лежал, и... И, короче, вставить его сюда. Но самое страшное то, что... Нет, сюда забегать еще нельзя. Иди, иди отсюда. Самое страшное, короче, то, что он нам будет мешать это сделать. Да, всего лишь так. Чтобы закрутить вентиль, нужно просто быстро реагировать, и чтобы он нам не помешал. И вот даже синим подсвечено, что нам нужен этот вентиль. Энтер, окей. Стабильность. Да, вот мы взяли вентиль. Да что ж такое-то, ха-ха. Ехать он хп отнимает. Блин, ну тут вот так и так приходится их обезвреживать. Потому что они так стоят неудобно, их даже оббежать невозможно. Впрочем, у меня есть такой небольшой один план. Подожди, а куда нужно идти-то? Где он сломал-то вентиль? Я забыл, где он вентиль сломал. Ну правда, где он вентиль-то сломал? Где ты вентиль сломал? Я не пойму. Сука. Ты можешь побыстрее их убить? Нет, тут я что-то вообще полностью растерялся. Где он сломал вентиль? Не вопрос. Где ты вентиль сломал? Ребята, я не понимаю. А-а-а, вот где он вентиль сломал, точно. А что ты сейчас-то его... Уходи! Твою мать! Давай-давай, быстрее, быстрее применяй. Во, молодец. Я просто не хочу заново начинать. Я вообще-то буду сильно материться и орать, но я заново начинать не буду. Потому что если мы сейчас проиграем, даже сейчас, если мы проиграем уже, по истечении такого уже довольно большого количества времени, нам всё равно придётся начинать аж оттуда с Лезли, да. Это охренительно долго. Так, мы болты можем сделать? Нет, не можем. В общем, сейчас нужно его там, вон, по кругу загнать и быстренько пробежать к этому вентилю и его выкрутить. И всё, собственно, на этом наше задание будет выполнено, и мы наконец-то сможем выбраться из этого тупого газа, и уже будет игра более-менее стабильнее работать. Давай, иди сюда, иди сюда, чувак. В этом мире не место нам двоим. Только один из нас выживет. И это буду... Я! Я, я сказал, это буду я. Вот тут Себастьяну, кстати, нужно обязательно прокачивать бех. Сука, да он охренел, что ли, блин. Что ты тварь такая, блин? Твою мать! Давай, быстрей, 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 быстрей. Давай, как тебе в школе учили, блин, не опаздывать. То, что мы тут давай, не опаздывай. Он вообще охренел. Ой, я бежал, я бежал, я бежал. Быстрее, быстрее, быстрее. Твою мать, помогите. Вот, все. Ну, что ты устал-то? Сейчас не время уставать, сейчас нужно второе дыхание открываться. Давай, 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 давай. Давай, давай, чувак, давай. Я знаю, ты сможешь. Пёрни, пёрни. Да, твою... Ты что охренел? Что охренел, сука? Давай, 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 беги отсюда, просто путь. Давай, 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 давай. А-а-а-а. Это было страшно. Не прихлопни нас, не прихлопни. Не прихлопни. Фу. Все, вот тут уже нас у нас там. Я вспотел, я реально, я вспотел. Я серьезно, я... И сейчас, по идее, должна быть контрольная точка. Все, лаки убрались. Все. Мы вышли. Все, лаки и сейфы головы, вы остались в прошлом. Все, выбираемся, собственно говоря, по лестнице. Да, вот такой ужас сегодня нас ждал, то есть... Такое вообще охренительное было сложно вообще пройти. То есть тут, скорее всего, сложность была... Именно... Твою мать, опять от сейфа головы. Я думаю, сейчас мою бошку сожрет. Да ты охренел, что ли? Ты шутишь? А-а-а. Вот и получай. По мордасам. Да, сложность была именно в том, что далеко была контрольная точка. Тут такие моменты будут, то есть тут будут такие моменты, особенно если играть на тяжелый уровень сложности, то там вообще сильно можно замаяться с этим... С этой вот всей херотенью. Ну все. Насконтрольная точка. Немножко мы так на улице, да? Не знаю, возможно, эта серия будет финальной. Кто его знает? Я имею в виду финальная именно в этом сезоне. Кто его знает? Все может быть. Сейчас был небольшой лах. Ну ладно, ничего страшного. О, это мне уже нравится. Так, куда мы пошли? А, эпизод окончен. Пройдено. Пройдено. И не знаю, куда наш Себастьян, собственно говоря, приземлиться. То есть вот такие вот дела. Да, эпизод, конечно, был хороший. Мне понравилась сама специфика. То есть что-то новое сделали разработчики, что-то взяли из четвертой части Резидента. То есть... Но, тем не менее, в целом вообще неплохо. Но меня так сильно, опять же, удивляет, как он рукой сломал цепь. Вот это меня реально удивляет. Но, не знаю. Наверняка многие задавались таким вопросом, не только я один. И, в общем-то, нормальный такой эпизод, особенно в конце, как на нас сейфоголовый нападал. То есть это еще только начало. То есть... Такие вот дела-то. Будут моменты и пожестче, и похуже, чем-то. Цепьоголовый, это еще цветочки. Там потом будет... Будет. А что посмотреть? Но мы сохраняем игру. Сохраняем ее вот здесь. Да. Здесь сохраняемся. Ну и начинаем следующий эпизод. Называется у нас эпизод «Зерно прорастет». То есть... Подлежащее и сказуемое. Зерно прорастет, да? А интересно, в каком смысле, интересно, это употреблено? Это... Это... Ну я не могу сказать, что это слово «сочетание». Это, скорее всего, подлежащее и сказуемое. Потому что сочетание обычно существительное прилагательное, там существительное причастие. Там существительное глагол и существительное, да, и глагол. Это как бы нельзя назвать словосочетанием. Хотя, может, я и не знаю русского языка. Ладно, не будем об этом. Да, вот зерно прорастет. Так. Ну пока что вот так вот. Тут сейчас враги пожестче будут. И они, кстати, могут нас спалить. Да, появились пещеры. Пещеры, то есть... Чем-то мне, кстати говоря, напоминает эта локация немножко Resident LHD Remaster. Ремейк немножко напоминает чуть-чуть. Где мы тоже так же в подземелье так забирались. Какие-то у меня ассоциации... Твою мать! Есть с этим. Ну, в принципе, на них патроны тратить, это... Тебя не уважает. Чё ты там нам сделаешь? Слюни пустишь? Ух ты! Так что, Пашенди, теперь я умею делать. Теперь я, короче, умею делать болты для арбалета. Так что, не говори, что я не умею. Сейчас, короче, мы их кучкой соберём. Мы их кучкой сейчас, короче, соберём. И я в них просто гранатку заброшу. Слушай, а чё я вообще сейчас... У меня же вот один, два есть. Чё я... Привычка у меня постоянно с инвентаря выбирать. Ты чё, издеваешься? У меня вечно привычка. Блин, и нам мне от них ничего не дали. Спасибо вам большое. Слушайте, тут у нас не... Пока он нас не видит, кстати. Пока он нас не видит. Может, по стелсу попробовать? Он так странно вообще ходит, да? То есть... Блин, ну пожалуйста, не повар... Нахрена он так поворачивается? Он чё, охренел, что ли? Только попробуй назад резко обернуться, я тебя убью. А их нельзя убивать по стелсу. Охренеть, почему? Почему? Ну ладно, в принципе, на неё потом не тратить. Себя не уважаю. Беги, давай, беги, 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 Себастье. Опять, короче, эти дауны появляются. Помогите. Похожая штука на Лос-Плагас с 4-й и 5-й части, да? Патроны кончились. Ну, да. Ну что ж я опять так-то выбираю? Можно было так вот так сделать. Давай. Что это было? Почему я сдох? Первый раз такое. Сколько с ними не состыкался такой первый раз. Почему, ребят? Почему, Пашень? Я не хотел проигрывать. Обидно. Ну ладно. Немного обидно. Ладно, ничего страшного. Будем, как это саныть. Все нормально. Их нельзя убить скрытно. Почему? Почему их нельзя убить скрытно? Почему? Или можно убить? Может, что-то я неправильно сделал? Ну, где скрытное убийство? А почему их скрытно-то нельзя убить? Ну, руками их бесполезно вообще убивать. То есть, да. Ладно, я, короче, сейчас их всех в кучку соберу. И всех их за гранаты убью. А на гранаты у меня уже нет места. Отлично. Ой, зеленая трава растет. Просто в смятку. Ну, а этого мы с вин... Блин. У меня же есть винтовка. Надо учиться. Надо учиться. Так, три, да? Три это винтовка. Он, он юлит. Он юлит. Почему он юлит? Да. Если мы хедшоты им понаделаем, так будет у ног быстрее. Раз. Раз. Это не юлит. У нас мало подвальчиков осталось, кстати. Ну, почему их так нельзя убить? Мне обидно, реально. Сейчас вообще пипец обидно. Не, ну я понимаю, что я насчет деревянной доски сломал руками. Я еще понимаю, но... Как-то еще чисто теоретически можно это сделать. Но вот когда цепь рукой сломал, вот я не понимаю. Это херня, она... Он сдох? Ты сдох, чувак? Помогите. Все, хоть бы спички, что ли, нам дали, блин, да? Давай, давай, давай. О, две баночки. Отлично. Твою мать. Слава богу. Эта херня, она ланшотит, реально. То есть, если Лас Плагас в четвертой, пятой части Резидентов, он не ланшотил, просто так сильно обидно бил, то есть, да, а эти, они уже ланшотят. Пипец. Вот этих врагов таких вот ненавижу. Лучше бы обычные зомби были. И хотя бы можно, блин, хедшот сделать. Стыдное убийство произвести. Нет, этих же надо обязательно убить. А тут даже бутылок нет. То есть, говорю, что бутылки не нужны. Оказывается, нужны. Ее наше бутылки. О, статуя. Теперь мы можем... Взять ключик. Еще один ключик. Еще... Пожалуйста, пускай нам еще раз баночка попадется. Пускай нам попадется баночка. Еще раз. Мне очень хочется. На 5 ходит, на 10 ходит, на 100 тысяч. Я буду только рад. Контрольная точка. Настреляем. Стреляемся. Кто стреляет? Там, что кто-то в тире, что ли, и работает. Стреляет. Ничего. Разберемся. Мы же сильные. Пройти. Тут Сеп сам включил фонарик. Тут, в принципе, без фонарика все видно. ВК держится реально ровно до 20 FPS. 20 FPS держится тогда, когда вот чисто обычная локация. Нет там травы там много, там газа, огня. Тогда начинает нормально. Вот если появляется огонь, там много огня. Много травы, много там текстур, там дыма, там газа. То тогда начинает уже проседать, может, даже до 15. Бывает даже и до 10. Бутылка, штука. Это еще один фонарик. А, и опять аудиокассета. Че-то просело, как почему-то странно. Опять эти сволочи. А, это не эти сволочи, это. Какие-то их определенные части. Поэтому вставай, спасти. И вот такое чувство, как будто они могут на бошку забыть. Что-то с нами сделать. Все. И мини-зомби какие. Вода. А кто нас спалил-то? Никого же нет. Ладно. Ну, сейчас, в общем, доходим на сохранение. Мне нравится этот эпизод, то есть, такое прям подземелье, такое прям прикольно, так все оформлено, да. Мне только не нравится то, что их нельзя скрытым убийством убить врагу. Вот это мне не нравится. А так, в принципе, эпизод не нравится. То есть, что-то есть такое новое довольно, да. То есть, мне лично по душе. Что-то херня появляется. Блин, я из-за него патрон последний потратил. Скотина, блин. Пая. У нас с арбалетом много патрона, в принципе. Сейчас мы вас всех подавим, таракановый. А тебя мы вот так вот добьем, вот так вот. Спать. Спать, чувак. Их, в принципе, убивать не обязательно, но они будут мешаться, реально, они будут мешаться. Ну, пока что такой довольно легкий эпизод, не считая самого начала, когда меня убили. Да. Контрольная точка. О. Стрелка. Так, подожди. Блин, все равно подобрать нельзя. Обидно. Ну, ладно. Блин, нужно срочно прокачать вместимость стрел для арбалета, потому что я так что-то как-то, не знаю, это туплю, малюха, так сказать. Так, ну, просто идем, короче, дальше. Что это? Опять ловушка какая-то. Можно, можно мне пройти? Посмотреть. Твою мать! Записка из пещеры. Походу, это от этого чифка. Хотя, все может быть. Ну, давайте прочтем. Я зашел слишком далеко. И, конечно, попал в ловушку. София столько раз спросила меня остановиться, но я так хотел еще на шаг приблизиться к истине. Я знал, что будет трудно, но я же был так близко к разгадке. Я обратил внимание, что из-под двери немного тует. Наверное, она ведет наружу. Пластина, которую я нашел, похоже, подходит к углублению. Возможно, это ключ. В какой-то стороне его вставлять. Ну, в какой стороне его вставлять? Вероятность 50%. А я хожу здесь уже целую вечность. И в состоянии сделать простейший выбор. София, если я выберусь отсюда, то отниму тебя и скажу, что ты была права. Я никогда тебя не отпущу. Ну, чувак, прости, но ты умер. Как ты ей что-то там скажешь? Ну, если хочешь, давай я передам. В принципе, мне не сложно. Ну, ладно, не будем, как-то, на человеком издеваться, потому что, ну... У него была возлюбленная. Он думал, что он пройдет. Но она его предупреждала. Она знала, что так вот все вернется. Но он ей не верил. И теперь, когда уже умер, он наверняка уже поверил, так сказать. Ей. Покровавленная пластина. Странная каменная пластина. С обеих сторон вырезаны лица. Одна сторона в крови. Наверное, в крови этого чувака. Обидно. Ну, собственно говоря, нашли ему пластину, и сюда же мы ее вставляем. Какой стороной-то ее вставлять? Слушай, а вот тут надо угадывать. Потому что, если мы неправильно вставим, нас может так же, как и его прищемить. Наверняка он тоже, сука, нашел эту пластину. Но он как-то неправильно, наверное, ее поставил. Из-за этого его прищемил. Как же нам ее правильно поставить? Наверное, вот так вот, да? Правильно, нет? А! Фу, повезло. Если бы мы выбрали второй вариант, вторую сторону, то тогда был бы капец копцов. И как-то же сохранение это будет. Или хотя бы больница. Потому что довольно долго мы уже, в принципе, проходим, и я не могу ничего поделать. Что это за звук? Такие же... Такие же вибрации были в больнице. В психбольнице, когда мы прошли первый эпизод самый. Я помню. Да они и потом были тоже. Я не понял. Мы что, вернулись в прошлое, в первый эпизод? Мы что, были в первом эпизоде, помнишь, мальчик? Сейчас такое, что-то сильно вообще просело, что-то фпс. Игра, ну хватит проседать уже. Фрагмент 14. Что-то у меня реально сейчас стало вообще... То есть игра работает идеально и резко проседает. То есть резко затупление, но... На видео это, наверное, заметно будет, всего лишь на секунду 2-3. А так у меня на секунду 5-6 было заметно, что вот так вот остановилась тупо игра, зависла, и через 5 секунд отвисла. У меня такое бывает. Ну и видеокарта говно, что поделать? Ну, блин, и компьютер сам тоже. Мне еще повезло, что он хотя бы так ее тянет. В общем, опять мы повали в то же самое место, только тут на этот раз уже не лифт, а дверь какая-то странная. А тогда был лифт. Интересно. Так, катсцена. Нашли мы доктора Хименеза. И что же он нам расскажет, интересным? Кто? Этот Рувик? Кто в холле он? Я извиняюсь, я должен найти это. Я не могу помочь, если вы меня в твердом, док. И вы нужны, чтобы я помогу. Он... Мы... Мы работаем на методах. Как я могу объяснить это? Это... Это как связывание мозга вместе. Это как связывание мозга. Мы делаем все на уровне электро-химическом уровне. Эмоции, понимание, 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 все. Все. Среди. Это не предсказатель. Симпликации на психологию, на фармацевтическом, на сознание itself. Ты серьезно? Это как-то шум. Ну, я не сказал, что это было perfect. Особенно не с такой... Не стабильный хост. Отлично. Так что ваш партнер исследователь был психопат. И мы все в его голове. Не точно, нет. Мы все сотрудничаем на какой-то уровне. Но он единственный, который с инфляцией осознанности. Ты знаешь, как он думает. Что он хочет? Ну, это просто теория, но... Я бы сказал, что он хочет нас мертвы. Твою мать. Мозг. Подожди, а кто вообще раньше был этот Рубик? Я не понимаю. Профиль сохранен. Профиль сохранен. Ну да, собственно говоря... Я так и не понимаю, кем вообще раньше был этот Рубик. Подожди, дай-ка секунду. Не, ну он же должен был откуда-то взяться, я не знаю, там... Автосохранение. Зерно прорастет. Реально, он же должен был кем-то быть раньше, правильно? Он же не все время... Просто не взял, появился из ниоткуда и стал... Злом, правильно? Тут у нас какой-то дневник. А, дневник Себастьяна Костеланоса. Очередной дневник уже 16 июня 2009 года. Давайте прочтем. Утром мы впервые отвели Лили в детский сад. О, мне, кстати, вот такие вот события нравятся. Вот читать про Лили, дочь ихнюю, с Майрой, да, то есть... Она смелая девочка, быстро привыкает к новой обстановке. Три последних года для Майры, благослови ее Господь, были нелегкими. Заботиться о маленьком ребенке, это ведь тяжелая работа без выходных и отпусков. Наконец-то Майра получит передышку. То есть вернется в полицию, в отдел розыска пропавших людей. Исчезновений все больше и больше. Если как можно быстрее не выяснить их причину, скоро и свидетелей не останется. Все исчезнут. Конечно, я преувеличиваю, но все-таки в Кримсон-Сити творится что-то неладное, и это нужно прекратить. А Майра в этом поможет. Она отличный специалист и просто счастлива возможности снова заняться любимым делом. Ну да, есть такие детективы-профессионалы. Вот, кстати говоря, была на дневнике ее фотография, да. Так, тут пока что нечего собирать. Ну, кроме этой бутылочки, но тут пока нам парохов нету. Ну, просто бежим вперед. Больница. Просто больница появляется. Это что за мамонт, твою мать? Ага, бежим! Господи, боже мой, помогите! Блин! Держи, держи дверь! Это какая-то херня была. Что, что это за, я не знаю, что это за мамонт какой-то странный, блин? О, нет! Опять этот чертов Рувик! А! Уже прошли еще этот эпизод? Офигеть! Такой быстрый был эпизод, довольно. Да, довольно реально быстрый эпизод. Мы сохраняем игру. Так, ну, в ячейке... Вот в этой ячейке мы сохраним инструмент мастера. Ну, собственно говоря, на этом все. Мне понравился эпизод. Я не знаю, что будет дальше. Тобто, я в этом не знаю. Рувик нас поймал, и что же он с вами сделает? Надеюсь, что не износил нас. Что ж, довольно долго мы уже проходим. Да, довольно очень долго. И на этом уже, думаю, стоит заканчивать. Ну, что же. В вашей идее это была... Третья... Третья серия пятого сезона. Возможно, это будет финальная, возможно, нет. Я посмотрю по следующим локациям, которые будут. Так что, вот такие вот дела. Ну, что же, надеюсь, тебе понравились эти два эпизода. Седьмой и восьмой. Если понравилось, как мы в пещерах путешествовали, как мы от сейфа Голового убегали. И убивали его потихонечку. Ну, что же. Оцениваю видео. Ставьте мысленные комментарии, мысленные лайки. Если тебе вообще понравилось. Говори, что понравилось, что не понравилось. То был я Кирилл. И с тобой Димыч Андреевич. Просто с тобой я был Димыч Андреевич. И увидимся в следующем эпизоде. Возможно, даже в следующем сезоне. Смотря какая будет дальше локация. Так что, вот такие вот дела, собственно говоря, у нас происходят. Тоже, удачи вам. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok